Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 134-я серия программы «Самая важная жизнь Иисуса Христа», в которой мы рассматриваем материалы четырех канонических Евангелий, согласуем эти материалы хронологически, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Есть такая притча, сосед застал соседа во дворе на четвереньках. Что ты ищешь, брат? Ключ. Оба они там принеслись тут же искать ключ. Немного погодя, сосед спросил, а где же ты потерял его? Ну, дома. Так почему ты ищешь его здесь? А здесь светло, здесь лучше видно. Ключи надо искать там, где ты их потерял, а не там, где лучше видно. И Бога, кстати, надо искать именно там, где ты его потерял, а не там, где тебе кажется логично его искать. Многие люди, которые окружали Иисуса, потеряли Бога. Но искали они его не в Иисусе, а там, где им было удобно. Подобно этому, многие из людей сегодня ищут Бога в себе. А это прям вот самое неподходящее место. Лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Кто-то ищет Бога в оккультизме. И это тоже прям вообще неподходящее место. Бог, он где? Он ведь в священном писании, в слове своем. Он в Иисусе Христе. Он в церкви. Он в святом причастии. Он в исповеди, когда священник имперсона Кристи говорит, Бог простил тебе грехи, иди в мире. И перед этим он произносит тайно совершительные слова, отпуская тебе грехи. И, конечно, Бог в Духе Святом, который действует и через Слово, и во святых таинствах, в церкви, и через священника подается Дух Святой. Благодать Святого Духа. И, возможно, кто-то из вас совершенно забыл о Святом Духе. Мы продолжаем вот это повествование. Иисус Христос на празднике. Куда-то пошли заранее его братья. Иисус пришел чуть позже. И вот сегодня небольшой фрагмент в три стиха, который как раз напоминает нам о Святом Духе. Давайте прочитаем седьмая глава Евангелия от Иоанна с 37 по 39 стихи. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Итак, Сие сказал Он о Духе Святом. Настало и нам время сказать о Духе Святом. Почему важно понимать, кто такой Святой Дух? Святой Дух играет сейчас ведь главную роль на сцене истории. И если Ветхий Завет – это время, когда люди узнавали со страхом Божьим, с этим трепетом о святости Бога Отца, если земное служение Христа было служением Бога Сына, то период Церкви – это время Духа Святого, когда Господь Иисус Христос, Одесную Отца, посылает Духа Святого на землю в день Пятидесятницы. И сам Бог Святая Троица – Отец, Сын и Дух Святой. Он и ныне действует в каждой своей ипостаси, но особенным образом сегодня мы ощущаем действие Святого Духа. Именно через опыт общения с Духом Святым мы общаемся с Богом. И об этом важно помнить, потому что всегда есть искушение заменить общение с Богом богословием. Но самое-то, наверное, что обидное, что именно с доктриной о Святом Духе связано множество ложных учений. А еще особенно на английском языке есть выражение Holy Spirit и Holy Ghost. То есть, это как бы Святой Дух в смысле Святое Привидение. И некоторые думают, что Святой Дух – это что-то такое эфемерное в простыне, знаете, как вот Карлсон, да, там в мультике. И типа, если он Святой Дух, то значит, Отец не Дух. Значит, мормоны учат, кстати, что у Бога Отца есть тело. И кто-то считает, что Дух ниже, чем Отец и Сын. И такую вот субординацию там вводят в Троицу. Кто-то считает, что Отец, Сын и Дух Святой – это лишь модусы единого божества. Такие маски, что это не самостоятельные ипостаси, не самостоятельные самосознающие себя личности. Арий заявлял, что Дух Святой – это вообще такая безличная сила. Свидетели Иеговы, вот говорят, что это силы Иеговы. Современные, там, неопротестантские некоторые конфессии. Духа Святого низводят до уровня какой-то, ну, тоже такой энергии. Там, сегодня мало Духа, сегодня больше Духа. Как будто о колбасе идет речь. Дух Святой – это личность. Третья ипостась Святой Троицы. При этом это один Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Это одна сущность в трех ипостасях. И Дух Святой – важнейшая для нашего времени ипостась Святой Троицы, потому что сейчас в церкви Господь царствует силой Духа Святого. И вот три истины о Духе Святом открываются нам вот в этом тексте, который мы прочитали. Во-первых, мы видим, что Дух Святой Иисус – это одно существо, дающее жизнь. Вот интересно, да? Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. А потом он говорит, а что пить? Потекут реки воды живой, и сие сказал он о Духе Святом, которого имеют принять верующие. То есть Иисус – тот, кто дает Духа Святого. Иисус посылает Духа Святого, да? И Бог Отец посылает Духа Святого. И это не то же самое, что Дух Святой исходит предвечно, да? Дух Святой извечно исходит от Отца, предвечно исходит от Отца. Сын предвечно рождается от Отца. Но здесь, на земле, действительно, Троица действует так. Сын рождается, хотя в вечность он предвечно рождается от Отца. а на земле, как мы говорим в символе веры, он рождается от Духа Святого и Марии и Девы. А Дух Святой предвечно исходит от Отца, но на землю в день Пятидесятницы его посылает Сын. И мы видим, что вот здесь эта доктрина Троицы, одно существо, дающее жизнь. И это свидетельство Божьей любви. Кто жаждет, иди ко мне и пей. На Востоке вечно не хватало воды. А вот здесь Господь говорит, Бог велик, и воды на всех хватит, и Бога хватит на всех. Прийти к Нему означает прийти к тому, кто поил других. А Сам однажды взошел на крест и оттуда говорил, жажду, хочу пить. Ему дали трость, на трость надели губку, смоченную в уксусе, в кислом вине, смешанном там со смирной, и отведав, не хотел пить. Мы видим, что здесь проблема-то какая вот у нас всегда. Нам кажется, что мы, ну, будем чем-то обделены. Обязательно кто-то нас объедет на кривой козе по обочине. А обязательно кто-то нас обскачет. А Бог говорит, не бойтесь, на всех воды хватит. И это оплачено тем, что я когда-то пострадал за вас. И Бог Сын страдал за нас. И сегодня Дух Святой исходит и напаяет каждого. Святой Дух такой же Бог, как и Иисус. И Ему мы воздаем должные почести. И Ему мы подчиняемся. Ему мы поклоняемся. Но самое главное, это Его способность утолять нашу жажду. Второе, что мы здесь видим. Дух Святой действует на основании Писания через верующих людей. Дух Святой, он как вот Троица. Он предвечно исходит от Отца. И Сын посылает Его. И Отец посылает Его, кстати, на землю в день Пятидесятницы. Но здесь идет дальше Иисус Христос. 38 стих. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И если в 37 стихе говорится о Духе Божьем, как о воде из источника, утоляющей жажду человека. Иисус, как такой вот зазывало. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Бесплатно даю вам воду жизни. А здесь Дух Святой сравнивается с каналами и ручьями, которые в безводное время орошают поле, страну, охраняя растительность от погибели. И вот самое главное, что речь идет здесь уже не о Христе, не о Боге Отце. И это сравнение ставит верующего на один уровень с Христом. Речь идет о верующих. Верующий становится источником воды живой. Сам человек. Чрево его буквально, да, названо местом, откуда устремятся струи живой воды по засохшей земле. Вообще, вот выражение чрева означает тело человека. И главным образом со стороны его назначения. Это вместилище питания и размножение. То есть, в чреве вынашивает женщина-дитя. И, следовательно, не в будущей, а в этой уже земной жизни верующие делаются для многих людей источником. И вообще бытия верующие содействуют тому, что кто-то рождается от воды и духа. Верующие благовествуют. И верующие кормят духовно друг друга. И, конечно, Бог ставит на это служителей в церкви. И мы, как служители, являемся домостроителями божьих таинств. И мы видим, что апостолы напоили водами учения божьего всю вселенную. Всея вселенные питатели. Значит, как поется в православной церкви на день апостолов Петра и Павла. Люди вразумляются людьми, верующими. И не только через служителей дает Бог Духа Святого. Да, таинства совершают служители. Но каждый верующий является свидетелем о Христе. И когда человек благовествует, Дух Святой начинает действовать в другом человеке. Поэтому каждого из вас, дорогие братья и сестры, Бог сегодня призывает стать вот этим проводником Духа. Как сказано в Писании. Ну, прям вот такого текста в Писании нет. Но есть нечто его напоминающее. В книге пророка Исаии говорится. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою. И уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад. И как источник, воды которого никогда не иссякают. Ты, верующий, будешь таким источником. И еще можно одним образом прочитать этот стих. Кто будет веровать, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки. То есть Дух Святой действует не просто через верующих людей. Но когда они веруют так, как сказано в Писании. Не так, как они там сами себе что-то придумали. Это тоже очень важный критерий. Хотите принести воду живую в чью-то жизнь. Рассказывайте им то, что сказано в Писании. Не свои байки и выдумки. А Писание проповедуйте. И это будет самым лучшим, что вы можете сделать для других. Ну и наконец третье. Без Духа Святого мы обречены на бесславие и бессилие. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Дух Святой придет на землю позже, в день Пятидесятницы. Перед этим Господь даст Духа Святого апостолам в таком аспекте, чтобы они могли прощать грехи. То есть это общее поставление на служение. И мы видим, что, например, Фомы в этот момент с ними нет, но Фома все равно получил эту власть прощать грехи. Потому что это общий дар, служительский дар. Это действие Духа Святого через служителей. Это его функция, значит, функция служителей в церкви быть распорядителями таинств. Но вот в день Пятидесятницы сходят индивидуально огненные языки и почивают на каждом из них отдельно. Потому что каждому дается отдельная харизма. Каждый из нас имеет индивидуальный дар Святого Духа. И если вы Духа Святого не имеете, то у вас нет ни славы, ни силы. У вас может быть Инстаграм с миллионом подписчиков. Вы можете иметь множество денег. Вашим приказам могут подчиняться армии или, по крайней мере, какие-нибудь там телохранители. Но пока вы не имеете Духа Святого, на самом деле у вас нет ни славы, ни силы. Потому что это все временное. Пройдет время, и через сто лет вам будет абсолютно все равно, сколько у вас было подписчиков в Инстаграме. Вы не возьмете с собой туда ни копейки из своих денег. И ваши телохранители с вами не пойдут туда, и там от них не будет никакой пользы. А вот верующий, он может здесь быть бесславен, казаться бесславным. Или может быть беден, и его легко убить. Но он славен на небесах, в вечном царстве, которое никогда не разрушится. И он силен силой Духа Святого, силой любви. Не силой убийства и разрушения, а силой созидания. Силен не тот, кто может много сломать или разрушить. Силен тот, кто может многое созидать. Кто полюбит. Поэтому мы видим, что Дух Святой – это личность, это не расплывчатая эфемерная сила. Мы с ним можем общаться, и Бог близок к нам. Он недалеко на небесах. Он рядом. Пока Духа Святого не было, все успехи учеников были обусловлены тем, что рядом с ними был Иисус. Он выполнял функцию Духа Святого. Когда Иисус ушел на гору преображения, ученики уже не могли изгнать беса. Значит, мы видим неверие. То есть, ну типа, вот маловеры. Ну, понятно, Иисус ушел. А теперь Бог всегда с нами через Духа Святого. Дух Святой приходит в день Пятидесятницы и преображает учеников коренным образом. И если раньше не замечалось в них молитвенного рвения, то после Пятидесятницы все изменилось. И уже, мы видим, начинают происходить чудеса. И Петр, и Иоанн исцеляют Хромова. Воскресают умершие. И нищие благовествуют. И Евангелие шествует победно по всей Римской империи. И это сила Святого Духа, которая преодолевает все препятствия. И даже если человек погибает за Иисуса мученической смертью, он все равно победил. Вот об этом хочет рассказать нам Иисус. Он хочет зажечь наши сердца. Хватит умирать от жажды. Идите и пейте. Напились? Пусть теперь из вашего чрева потекут реки воды живой, чтобы люди могли напитаться Духом Святым. Другие люди. И, наконец, самое главное. Только в этом будет ваша сила и ваша слава, а не в чем-то другом. Подумайте об этом хорошенько и дорожите Духом Святым. Бегом в церковь приобщаться с Святым Таинством, исповедоваться в грехах. И в молитве, в благочестии, в участии в церковной жизни, участием в таинствах стяжать благодать Духа Святого и делиться ею с окружающими. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»